Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 5 сентября, и давайте посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на рынке. Но прежде чем мы начнем, напомню, что вчера в США был выходной, и рынок был не столь активен, поэтому сегодня ожидается повышенная волатильность, с учетом того, что американцы выходят уже с выходных. Итак, начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция на укрепление остается в приоритете. На текущий момент ближайшая цель внутри дня – это закрепиться выше отметки 1.1908, и после прохождения уже данного уровня движение далее в область 1.2060. Отмена данного сценария будет актуальна в том случае, если пара евро-доллар сможет уйти ниже минимальной значения, которую мы видели 31 августа – это отметка 1.1823. Пара британский фунт и американский доллар также находятся на текущий момент в восходящем движении. Ближайшая цель, которую мы можем отметить в среднесрочной перспективе, находится в области 1.3240. Ну а область отмены данного сценария располагается на минимальной значении, которую мы видели на прошлой неделе, 31 августа – это отметка 1.2850. Пока мы торгуемся выше данного значения, основная тенденция остается на укрепление по данной паре. Австралийский доллар, американский доллар также продолжают укрепляться. Основная тенденция остается на укрепление австралийского доллара против американского доллара. Ближайшая цель – это закрепиться выше отметки 79.90 и далее уже движение в область 80.40. Уход ниже минимальной значения, которую мы видели вчера, это отметка 79.40, может нас вернуть к краткосрочному нисходящему движению по данному активу. Более важный уровень располагается на отметке 78.74. Это минимальное значение, которое мы видели также 31 августа на прошлой неделе. Пара американский доллар и японская иена продолжают снижаться, то есть продолжается движение в сторону основного направления по данной паре. И ближайшая область сопротивления, ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера, это отметка 109.91. На текущий момент ближайшая цель по нисходящему движению – это область 108.35. Пара американский доллар и канадский доллар корректируются. Вчера мы торговались чуть выше минимальной значения, которую мы видели в пятницу. Уход ниже отметки 1.23.70, то есть минимальное значение, которое было зафиксировано вчера, вернет нас также к продажам по данному активу. Сейчас видим период небольшой консолидации. В свою очередь уход выше максимальных значений вчерашней торговой сессии, это отметка 1.24.26, вернет нас уже краткосрочно к покупкам, то есть к коррекционному движению по канадцу. Еврофунт вчера с открытия уходит выше, закрывается выше открытия, это мы видим уже сейчас, но пока тенденция все-таки остается на ослабление в рамках краткосрочного нисходящего движения. Уход выше максимальных значений, которые мы видели 31 августа, эта отметка 92.36 возвращает нас уже к покупкам, то есть к продолжению основного тренда по данным паре. На текущий момент мы можем скорректироваться, и ближайшая цель для коррекции находится на минимальных значениях в области 91.50, это минимум, который был зафиксирован 1 сентября. Золото продолжает укрепляться на текущий момент, цель по восходящему движению находится в области 1360 долларов за тройскую унцию, уход ниже минимальных значений, которые мы видели вчера, это отметка 1331 доллар за тройскую унцию, может нам сказать о начале коррекционного движения по данному активу, но пока мы торгуемся выше данного уровня, также в рамках часового таймфрейма основное направление остается на укрепление и приоритет именно покупкам. По нефти марки Brent мы видели вчера и в пятницу торговлю в Белизии максимальные значения в области 5305, уровень сопротивления, который нефть не может пройти довольно-таки долго, и напомню, что основная тенденция на текущий момент остается на ослаблении, поэтому вблизи данного уровня вероятно продолжение уже нисходящего тренда по данному активу, один из важных уровней, за которым мы следим, это область минимальных значений, которые мы видели 1 сентября, отметка 52.40. Закрепление ниже данного уровня уже возвращает нас к продажам, и ближайшая цель по нисходящему движению – это область 50.64. Закрепление, в свою очередь, выше отметки 53.11 нас вернет уже непосредственно к покупкам по данному активу. Ну и индекс DAX. По индексу DAX вчера мы видели коррекционные восходящие движения, закрылись выше открытия, как мы видим, и на текущий момент, если говорить о возобновлении продаж, то здесь нам нужно увидеть индекс ниже отметки 12.030. Тогда уже тенденция возобновится на ослабление более вероятно. Ну а в свою очередь уход выше максимальной значения, которую мы видели 1 сентября, это отметка 12.187, возвращает нас к коррекционному восходящему движению по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Это был ежедневный обзор основных инструментов. Ваши вопросы вы, как всегда, можете писать под этим видео. Если вам оно понравилось, если было полезно, то ставьте лайк и увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем желаю хорошего торгового дня и до встречи.